Доброе утро, любимый город! В эфире новости Лайт. Меня зовут Ольга Жукова. День должен начинаться с хороших новостей. О них расскажу. Поехали! Где в этом году пройдет городской пикник? Этот вопрос сейчас активно обсуждается в интернете. На этот раз организаторы решили отказаться от традиционного места проведения лыжной базы на Березовой. Там сейчас организована парковка. Мероприятие намечено на конец июля, начало августа. Горожане могут предложить свое место проведения городского пикника. Уже озвучены такие варианты, как парк 300-летий Омска, выставка Агро-Омск, парк Победы, парк Юнатов и даже территория Дендросада. Если у вас возникла идея, можете поделиться ее в группе городского пикника ВКонтакте. Сотрудницы Омских библиотек примерили образы знаменитых книжных героев. Подобная акция проводится уже третий год. Организаторы таким образом показывают, что в рядах учреждений работает много активных, молодых и талантливых людей. К тому же акция «Библиотекарь красивый» может привлечь новых посетителей. На этот раз участницами тематической фотосессии стали 11 девушек. Среди персонажей литературных произведений – Золушка, Белоснежка, Алиса в стране чудес, Оксана из Гоголевских «Вечера на хуторе Близди Каньки». Солнцеворот в этом году пройдет с 19 по 22 июня. Ставший уже традиционным этнофестиваль Вакунева соберет фольклорные коллективы не только из Омска, но и из Новосибирской области и Алтайского края. Традиционный фестиваль закончится обрядом «Заговор огня», который восстановлен по этноматериалам. Расскажу о том, что приготовил нам четверг. Сегодня стартует чемпионат России по смешанным боевым единоборствам. В рамках соревнований на «Красной звезде» пройдет товарищеский матч по футболу между сборной ММА России с Федором Емельяненко в составе и командой «Омск Спортивный», которую в том числе представят Александр Шлеменко и олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Из событий культуры одно из самых важных – это фестиваль «Золотая маска». Сегодня на сцене драм-театра в 12 часов омичи увидят спектакль российского академического молодежного театра «Как кот гулял, где ему вздумается». А вечером в 19 часов Московский театр юного зрителя представит спектакль «С любимыми не расставайтесь». На этом пока все. Больше новостей в вечерних выпусках. Удачи и хорошего настроения. Увидимся!